29 октября Ярсалинский Центр Национальных Культур собрал в своих стенах особую публику. Поколения романтиков, стахановцев, покорителей целины. Для рожденных после перестройки эти слова мало что значат, но как важны были они для истинных комсомольцев. Прочувствовать дух того времени, представить образ комсомольца и его трудовую жизнь. Любовь комсомол и весна – концерт, посвященный 100-летнему юбилею Всероссийского Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, увидела наша съемочная группа. 29 октября – значимая дада для поколения романтиков, стахановцев, покорителей целины. С этим днем они ежегодно поздравляют друг друга. Ровно 100 лет назад был создан Российский Коммунистический Союз Молодежи, который с образованием СССР был преобразован в ЛКСМ. Комсомольское прошлое объединяет многих россиян. Как утверждает статистика, в 70-е комсомольцами были 36 миллионов человек. Родине нужно было закончить гражданскую, освободиться от интервентов, и комсомол на фронтах. Родине нужен был металл, и комсомол строил магнитку. Стране нужно было электричество, и просторы Днепра перегородили плотиной Днепрогресса. Нужно было топливо, комсомол строил новые шахты, проникая в кладовые земли. Чтоб дружбу, товарищ, пронес по волнам, мы хлеба, гордушку и тупо полам. Коль ветер ловина, и песня ловина, тебе половина, и мне половина, да. Новая песня и бурные овации, слова, как привет из далекого прошлого, сюжеты все из той же комсомольской жизни. И как тогда, в юности, зал вновь и вновь взрывается аплодисментами опять и опять, на ура принимая знакомые сердцу мотивы. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет, в зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет, в зеленое море тайги. Комсомольский значок на груди. В свое время Сергей был ярым комсомольцем. И знак отличия был вручен ему после уборочной страды, когда он работал помощником комбайнера. Вспоминает, как интересно жилось в ту непростую для страны пору. Но жили и работали в унисон, не уставая созидать на благо Родины. Ну, нас, молодых, выгоняли с комбайнов, хотя нам хотелось там и ночевать на этом комбайне, но получается так, что просто нас выгоняли оттуда. Идите отдыхайте, и все, и без разницы. Скучаете по тому времени, честно? Честно, да. Тогда было как-то проще, проще было. Ты работаешь и получаешь. Лучшим периодом жизни называет комсомольские будни другая жительница районного центра. Надежда Михайловна вспоминает, комсомольцы всегда были легки на подъем. Вот и сегодня женщина по-прежнему трудится и не представляет, как можно высидеть дома на пенсии. И это привычка из советского прошлого. После концерта море эмоций и, конечно, благодарность за возможность вернуться в счастливое время. Очень впечатляет. Концерт подготовлен. Чувствуется, что люди готовили и вернули нас в нашу молодость. Я лично все песни подпевала. Все до одной, от первой до последней. Я с собой даже принесла песенник. Думала, что тоже будем здесь хором петь. Мы все знаем на язык. Мы все песни на язык знаем, все пели. Так что нас вернули в нашу молодость. Я здесь с 71-го года. Комсомольская организация здесь сильная была. Хорошая у нас в школе. И ученическая, и учительская. Или потому что мы были молодые, или потому что труднее было жить. Но жили очень весело. Я, например, вспомнила, как самое лучшее время в своей жизни. Родится в день основания комсомольской организации. Ирсалинка Людмила Кобирова от того, наверное, и активистка по жизни. Каждое 29 октября женщину поздравляют. Сразу с двумя значимыми праздниками. Какой наш был комсомол российский наш, советский, такая и я. Комсомол нас научил ответственности. Да, мы очень ответственны были. Мы никогда не говорили «нет, не хочу». Для нас это было как святое. Мы знали, что мы... Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Вот и все. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Девиз того поколения. И кто знает, в какой стране жили бы мы сегодня, если бы не они, мечтавшие о недостижимом, о справедливом обществе, о полете к звездам, о создании гармоничного нового человека. Татьяна Журавлева, Лев Кельчин, Ямальское телевидение, Ярс.